Добрый день. Добрый день. Рада приветствовать. Вообще рада, что меня пригласили на такой замечательный семинар в стены нашего университета, увидеть знакомые и незнакомые лица. В первой части семинара, когда была подиумная дискуссия, было очень радостно, что мнения, мысли, комментарии, позиции, они близки, во многом близки. Поэтому я думаю, что в разговоре, который мы сейчас начнем, что социальной журналистике крайне необходимы профессионалы, я думаю, что мы будем понимать друг друга буквально с полуслова, и мне долго говорить не придется. А в конце выступления оно будет, я надеюсь, 10 минут. Для вас мной подготовлен небольшой сюрприз. Ну так вот, если говорить о критериях журналиста, которые бы я приветствовала и которые я приветствую, да, общаясь с журналистами, ежедневно по 18-20 часов в день на протяжении 10 лет, занимая должность пресс-секретаря по социальной политике этого города. Когда у журналиста общее высокое образование, уровень знаний общий, достаточно высок, и это сразу же видно по манере построения вопроса, по манере разговора. То есть сразу же буквально через одну, две фразы ты вычисляешь, с кем ты имеешь дело. И плюс владение терминологией. Крайне важно, чтобы, готовя материал на ту или иную тему, например, да, вот самая животрепещущая тема одна из, это психологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно, для детей с отставаниями в умственном развитии и так далее, чтобы журналист сам для себя отличал психонерологический интернат от психической клиники, от диспансера, да, от детского дома. И чтобы не путать коррекционный детский дом, например, да, и детский дом для детей с отклонениями в умственном развитии и прочее, 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 элементарные терминологии. Больше вот, ну как, да, буквально. Очень приятно, когда имеешь дело журналистам, которому редакция внятно поставила задачи, да, который сам для себя их сформулировал, обратился к пресс-секретарю, вас вот с вопросом, и он готов услышать ответ. Потому что, к сожалению, вот как показывает опыт, внутри редакционные, имеешь редакционные отношения, по крайней мере, в Петербурге, или разбросанные, или плохо скоординированные. Взять тот же телеканал 100, взять тот же Санкт-Петербург, да, когда одна редакция совсем не знает, что делает вторая редакция. И у тебя могут быть две камеры в один день от одного и того же канала, даже по схожим вопросам. Вот это, конечно, пугает. Когда редакция ставит определенный вопрос, задачу перед журналистом, то это тоже сразу видно и слышно. Очень меня радуют журналисты, которые работают на человека, а не на Яндекс, ну, или Гуголь. Они встречаются все реже и реже. Буквально обсуждалось в первом часе многие-многие позиции по этим вещам. Вы их слышали и вели дискуссию. Мне не нравится, когда... Ну, я считаю, что это плохой критерий для журналиста, когда вдруг он примеряет на себя позицию ведения ручного руководства, упрощенного. То, о чем Роман говорил, он не дает через частную историю, через человека конкретно обобщенные выводы в оказании помощи на уровне многих людей, а просто решает маленькую задачу. И еще, если это и его лично, и это и лично его редакторы, если это лично еще кого-то, то это вообще приводит в трепет, конечно. То есть, когда журналист подменяет, ну, то есть... Так, очень приятно, когда журналист обращается к первоисточнику. Опять-таки, вот в первом, да, в части дискуссии поднималась тема, что очень легко залезть в интернет и найти все, что нужно. Нет. Для того, чтобы там найти то, что действительно нужно, крайне бывает сложно, долго. И из-за этого ошибочная информация может перепечатываться агентствами, переходить из редакции в редакцию, что встречается крайне часто. Вот на днях, например, одно солидное информагентство, вместо того, чтобы услышать тайский водопровод, услышало китайский водовоз. И понеслось. Название объекта. Ну, всякое бывает. Конечно, это и печально, и весело. И очень приятно, когда журналист, он хотя бы имеет представление о том, кто такой редактор. О том, как строится вся редакционная политика, да, и о том, на какие моменты, может быть, имеет смысл обратить детальное внимание и задать правильный вопрос. Значит, вот такие вот, с одной стороны, обыкновенные критерии, с другой стороны, как меня не просили, не ругают журналистов, ну, 50% журналистов, с которыми приходится работать, не владеют теми элементарными навыками и не соответствуют тем простым критериям, которые были только что мной приведены. Чтобы разговаривать конструктивно до вопросов, я предлагаю тут же пути решения. Пути решения всех этих вещей. Ну, во-первых, это вот ведение и постоянное, чтобы курсы повышения квалификации журналистов. Я никогда не забуду в ФАЁ Швецию повышение квалификации. Ты через 4-5 лет вспоминаешь и отдаешь себе отчет, что это те знания вложенные, те позиции, те вешенки, которые ты получил при обучении на курсах ФАЁ. Это замечательно. Я последний раз там была в 99-м году, но я до сих пор пользуюсь знаниями, навыками и встречаю определенную тенденцию. Потому что, например, в 94-м году, когда я первый раз была, я думаю, о чем говорят эти люди? Боже мой! Какие задачи они ставят? Какое открытое правительство? Какой доступ журналистов к информации? Быстренько, да, с полточка. Все. Все это есть на самом деле. Просто надо уметь этим пользоваться. Ну и понятно, что роль личности в истории никто не отменял. Мне повезло с начальством, руководством. Кому-то не очень повезло. Кто-то старается выполнять свои профессиональные обязанности. Потому что я тоже 20 лет журналистики отработала перед тем, как прийти на государственную службу. И обязательно налаживать не только международное, межрегиональное взаимодействие. Это крайне важно, конечно. Наши регионы, приехав недавно из Хантамансийска, я понимаю, что там крупицы журналистики остались. Газеты привезла, отдам вам, почитайте. Да, вот местные. Очень тяжелая ситуация. Есть очень интересный, на мой взгляд, ход. Это ведение информационной политики через госзаказ. То есть когда госструктура платит деньги за хорошие новости. Такой вот брос вам делаю. И создание информповодов по чисто социальной журналистике, информации, которую мало кто берет, когда не надо ничего расследовать, ничего делать. Это создание информповодов на уровне впервые в России, впервые в мире. И это тоже работает, это хорошо работает. Ну и как итог, позиционировать социальную журналистику как просветительство и работать инструментами, которыми работают просветители. Вот такие основные позиции. Я думаю, что я не выпилась. Спасибо.